Книга «Открытым оком». Вопрос 3895-27 том. Тема «Будущее мира. Страшный суд». «Проповедуют ли сектанты о втором пришествии Христа и об Антихристе, или только о том, что они искуплены и спасены окончательно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Не везде, но есть, где и эти важные темы освещаются. Вот последняя проповедь Баптиста Азарова Михаила Ивановича, уже отшествовав вечность. Даниила, 7 глава, 21 стих. «Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их». Откровение, 13 глава, 4 по 8 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверсти он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И вот он ведет брань со святыми. И что удивительно, здесь написано, что он побеждает их. Вот сейчас все здесь сидящие скажите, можно ли подумать и согласиться, чтобы он победил меня или, допустим, кого-нибудь из вас? Дьявол победил. Как это может быть, братья и сестры, что ему поклонятся все живущие на земле? И здесь дальше сказано. Откровение, 13 глава, 16 стих. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их. Даниил говорит нам, но там был только начаток. А здесь написано так. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Согласимся мы с этим или нет, чтобы с нами дьявол вел войну и победил нас? Или нет? Я думаю, что никто здесь не согласится с этим. Не может быть, чтобы дьявол мог победить нас. Я вспоминаю, как во время гонения, когда, конечно, много было разных трудностей, и чтобы победить, дьявол принимает меры как и тогда, так и сейчас. У него всегда есть свои способы, чтобы победить верующих. В каком случае он может победить нас? Или мы уже побеждены? Мы говорим, что братство наше состоит в хороших условиях, твердо держится за Слово Божие и так далее. Это хорошо. Но Слово Божие должно исполниться. Оно у Бога просто так не пишется. И знаете, кто побеждает? Откровение, 13 глава, 2 стих. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведей, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Слышите, кто ему дает власть? Не Бог, а дракон. Дьявол дает власть такую силу и все другое. Доживем мы до этого времени или нет? Или уж дожили? Знаете, когда мы были помоложе, мы всегда интересовались этим вопросом. А как будет пришествие Христа? Как оно будет? Что об этом написано? Непонятно было. Неужели же такое случится, чтобы печать какую-то положили или еще что-то там, что-то? Немножко удивлялись этому. Я думаю, что сейчас этому мы уже не удивляемся. Но вопрос в том, что у нас есть опасность быть побежденным дьяволом. Когда Бог побеждает нас, это хорошо, мы радуемся. А вот когда дьявол побеждает нас, это беда. Страшная участь таких ожидает. Вы знаете, кто попадет первый в озеро Огненное? Не дьявол, ибо он намного позже попадет. Первыми туда попадают уже пророк и антихрист. Они первые ввержены туда. Братья и сестры, этот вопрос сегодня уже назрел. Чтобы братья об этом проповедовали. Говорить об этом нужно в домах наших, потому что мы вплотную приблизились к этому событию. У нас недавно был брат из Риги, и у него сын работал в полиции. И вот он говорит, что всю их полицию возили в Брюссель. И там весь, всем показывают зверя этого, который занимает несколько этажей. Что в этого зверя, в этот компьютер, все люди уже внесены. И уже там мы с вами. Но как он нас победит? Брат-пресвитер приходит ко мне, и я его спрашиваю. Брат, как это могло случиться, что твоя жена и дети прошли сквозь огонь? Вы знаете, что в Ветхом Завете проводили через огонь? Иеремий 32-35. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Яномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху. Чего я не повелел им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. Сейчас это додумались сделать? Сейчас дьявол по-новому придумал. И что вы думаете? Идут туда. Там песни, пляски. Говорят, чтобы жена была раскрыта обязательно, чтобы о Боге ни слова не говорить. Если можно, стих там какой-то рассказать, только не о Боге. Послушай, посмотри, как этот огонь ты должен пройти вместе с детьми. Тогда получишь. Я говорю, сколько ты получил? А он, деньги были нужны, 80 тысяч получил. За то, что провел жену и детей. Вот как дьявол будет побеждать. Смотрите, как он нас уже победил. Нас с вами уже победили. Ввели такую службу, называемой альтернативной. Мой внук пришел в военкомат и говорит, я пойду в армию, но присягу принимать не буду. Ему сказали, иди домой, ты не нужен в армии. Второй раз вызвали. Он опять уже другим объясняет, которые приехали за солдатами. Ему опять, тогда ты не нужен, иди домой. Смотрите, как дьявол решил оберегать своих людей, чтобы верующих не было среди солдат. Хорошо или плохо? В армию в основном не ходят, не хотят идти. Сколько братьев наших были в армии, и какая слава Богу была, сколько молив, сколько было других действий. Когда мы за братьев заступались, молились. Братова нашего одного забрали. Выставили 500 человек. А его одного выставили перед всеми, и давай критиковать. Вот он верит в Бога. И что теперь? Теперь не нужны такие. И мы благовестия лишились. А второе, как мы побеждены? Начали строить школы наши братья, чтобы наши собирались отдельно, как Проханов когда-то собирался, город солнца построить. Мы были в Краснодаре, а там одна девочка окончила школу, если можно называть христианскую, в собрание бросила ходить. Отец просит, побеседуйте. Спросили ее. Почему ты не хочешь идти? А я уже наслушалась. Не пошла в собрание, а пошла в мир. Мы лишаем проповеди Евангелия, школы, армию. А что теперь нам делать? Где нам проповедовать? И дано было ему победить. Я вам, братьев, сейчас почитаю, за что наши братья сидели в тюрьмах по 4-5 лет. Это верующие люди принимают клятву такую. Торжественные и добровольные, без каких-либо скрытых колебаний, настоящим я подклятвую, отказываюсь от верности любимому иностранному государству. Моя преданность и верность с этого дня направлены к США. Я обязуюсь поддерживать, уважать и быть лояльным к Соединенным Штатам по их Конституции. Я также обязуюсь по требованиям закона, где бы я ни был, защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов. Против всех врагов иностранных и отечественных, на военной, на боевой, на гражданской службе. В чем я торжественно клянусь, да поможет мне Господь. Кощунство такое. Кто из вас примет эту присягу? Нет. А, ну поднимите руку, кто примет присягу? Никто. А в Америку поедете? Добровольно поедете. Поклянетесь. Вот я спрашиваю, брат, ты там бываешь? А как же этих людей приняли в Совет Церквей? Маргеевич говорит, я этого не знаю. Антонюк говорит, я слышал это. А дальше что? И вот эти в Америку уехали. И знаете, присылают газету такую, наши дни. Так вот, интересно пишет, который уехал туда от нас, он там проповедует и говорит, мы пять мудрых дев, которые уехали в Америку, а безумные остались в России. Прямо так и проповедуют. А мудрые там едят, пьют, присягу принимают и прочее. Братья, опасно стоит великое. И дано будет антихристу, с которым никто не справится, никто его не сможет тронуть, за исключением Иисуса Христа. И вот здесь Писание говорит, дано было ему вести войну со святыми и победит их. И дана власть над всем народами, языками и племенами. И поклонятся ему все. Вот, если сейчас скажут нам с вами, иди поклонись. Ну, конечно, мы не пойдем. А как же будем мы поклоняться? А очень просто. Поклоняются, идут, поклоняются. Вот пригласили брата, говорят, приводи всю семью, десять человек, мы тебе даем машину. Только пройди через огонь наш. И что вы думаете, брат, сделал? Пошел или нет? Вы пойдете, кто или нет? Он пошел. Все там на фотографии. Песни, пляски, гулянки, то и другое. А брат сидит и улыбается. Получил машину. Посадили его рядом с президентом, с губернатором. И пишут, этот человек наш. Так можно поклониться Антихристу или нет? Писание говорит, что будет это. Христос говорит о том, если проверить в трех Евангелиях, когда ему задали вопрос по отношению к последнему времени, то Христос первым словом говорил, Матфея 24,4, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Не прельстил. Вот время пришло к чему. Мы подошли к этому времени. Сейчас мы с вами приходим в магазин и на каждом пакетике, на каждом продукте стоит число 3 шестерки. Мы с вами берем, уносим. Подошли, компьютер пикнул. Идите, несите домой. Так или нет? Ну что же, умолчите. Или вы не ходите в магазин? Подставили, пикнул и пошли. А если не поклонись, то что будет? Так вот сюда, на лоб, поставят вот сюда и на правую руку. И будет известно. Надо уже руку будет подставлять, чтобы пикнуло. Тогда неси колбасы кусок. А если нет, то не принял, что тогда. Что будет тогда? Говорите, что будет по писанию? Будет убиваем всякий. Уже не будут уговаривать. У тебя дети будут, жена и все есть хотят. Нет, миленький, тебе нет места. Когда-то во времена гонений по некоторым местам делали так. Выписывали фамилии верующих, имя, отчество и в магазин отдавали. Идет сестра, набрала что-то, а продавец читает. Так, ты в списке есть? Есть, выкладывай все, иди домой. Идет и ничего у него нет, голодная. Это были признаки. Теперь мы с вами подходим вплотную к этому. Зверь уже стоит готовый. Мы когда-то с братьями ехали в машине и милиционер вызвал шофера. Повел его, посмотрел по компьютеру и говорит. Вот видите, эта машина ворованная, так что оставляйте ее и идите куда хотите пешком. Шофер загнал машину. Поставил и мы пошли. Так, братья, мы подходим к этому времени, когда Слово Божие говорит, что дьявол всегда ведет войну, всегда, на протяжении многих лет ведет войну против верующих людей. Мы с вами читаем историю о Первом веке, когда римские императоры объявляли себя богами и верующим людям говорили, возьмешь щепочку фимиану и положи возле этой статуи. А что верующие делали? Они не клали, убивали их или зверями бросали. И мы сегодня стоим перед этим, братья и сестры. Будем ли мы церковь, верующие в этом участниками или нет? Западные богословы крайне не хотят. И они говорят, мы не будем, это без нас будет. А если по Слову Божьему убивает Антихриста, кто? А человек или Христос? Вы читали про это? Надо почаще читать вторую главу посланника фессалоникийцам и разбирать. Христос приходит, убивает его духом уст своих. Из людей его никто не убьет. Теперь мы с вами читаем Слово Божие, что при последней трубе восхитится церковь. А труп семь. Читаем Откровение 10 глава 7 стих. Но в те дни, когда возгласил седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал арабан своим пророкам. Апостол Павел объясняет, что это за тайна? Я говорю вам тайну. Какую тайну? Что мы с вами восхитимся на небо? Когда? После семи печати и семи труб. При седьмой трубе. Когда это будет неизвестно. Приходит Христос. Даниил пишет, что мы с вами участники будем 7 лет. Великий скорбь будет идти. И 3,5 года нам придется нести страдания. Мы с вами должны быть готовы встретиться, встретить все с верностью Богу. Хватит ли у нас силы? Силы у Бога. Поэтому, братья, сейчас очень сильно приглашают к молитве, к ченю Слова Божия и так далее. Чтобы нам с вами не потерять того, над чем мы трудимся. Мы пришли вплотную. Не сегодня, так завтра будут делать эти начертания. Уже в следующем году будут давать паспорта такие. Будет палец и там глаз левый. Это мы с вами будем принимать. А как начертания? Основная масса людей как раз и примут. Верующие люди примут. Вот как эту присягу. Вот как эту присягу. Верующие люди принимают. А как иначе жить? Спрашивают они. Умирать-то никому не охота. Не применишь присяги, не будет пенсии, не будешь гражданином Америки и так далее. Вот это-то, братья, как раз и говорит о том, что мы с вами собрались не просто посидеть, а подумать. Господи, что ты говоришь нам о времени, в котором мы живем? Живем мы в последнее, действительно, последнее время. Если когда-то говорили последнее, то сегодня это время подходит, когда сядут эти десять царей, как Даниил пишет. Сейчас пока восемь царей руководит миром. Читали вы об этом? Каждый год эти восемь царей собираются и делают план, как миром руководить. А десять должно быть. Из десяти должен выйти Антихрист, которому поклонятся все живущие на земле. Но кто записан в книге Божий, он отдаст жизнь свою, но он не согласится на поклон идти к Антихристу. Но судя по сегодняшнему времени, вот так как я приезжаю мимо трехэтажного дома и говорю, «Брат, можно на этом доме повесить текст?» «Се гряду скоро». А дом построил пресвитер. «Можно ли повесить на нем текст такой?» Брат так улыбнулся. «Повесить можно, но кто поверит этому, что Христос грядет?» «Кто этому поверит?» И сейчас основная масса, когда идет речь о таком состоянии. Когда я так думал, мы запрещали верующим людям, у кого был этот зверь, телевизор, запрещали смотреть животных. Они просят, умолеют. «Но разреши посмотреть животных?» Я говорю. «Нет, ни в коем случае, а иначе будем наказывать». А сейчас компьютеры крутят и сидят чуть ли не весь день. День и ночь сидят все, смотрят хоть бы что. Брат из члена Совета Церкви объявил. «В нашем братстве это принято», я ему говорю. «На каком основании ты это сказал?» «Ты бы сказал, что на основании Писания это принято. Тогда дело другое». «А что такое это братство?» «Там вы все заблудились, и я должен блужать, что ли, под этим компьютером?» Вот интересно. Николай Петрович поднимает вопрос, такой на Совете Братском или нет. «Принесли кассету, показывают братьев и сидит член Совета Церквей. Около него стоит дома огромный компьютер». «Ну а кому что скажешь, что нельзя?» «А?» «Вот Виктор Григорьевич будет сопротивляться. Молодец. У них 20 с лишним человек приняли крещение, а у нас 5 приняло, и половина уже отлучено. А 20 человек примерно сейчас не хотят проходить очищение и освещение. Зачем это нужно? Вот такое положение сложное становится. И что в Америке, что у нас идет великое духовное заблуждение? Так вот, давайте, братья, мы собрались сюда, чтобы глубоко подумать. Приедем домой, давайте почитаем книгу Даниила и особенно 13 главу книги Откровения. Делается страшное дело, к чему мы подходим. И уже люди придумали это, какое-то зернышко вставлять будут, чип. И только указ президента издаст. Президент издаст и пойдут, как на голосование, пойдут, будут подставлять. Знаете, ко мне приезжают из Харькова, и сестры говорят, а у нас сейчас по-новому хоронить начали по-язычески. Умирают христианин, сожгут его, приносят баночку, пресс-фитер совершает молитву над этой баночкой. А уже сожженный, а он уже сожженный. Ясно уже, что же такое делается? Что если Авраам восстанет и скажет, миленький, я покупал пещеру, хранили в пещеру, смотри, как Христа хранили, апостол, а вы к чему пришли? Да так легче, так лучше. Сожгли, бросили коробкой, все. Языческий обряд. Он вводится в церковь Божию. И это не где-нибудь, а в нашем братстве. И пресс-фитера, особенно пресс-фитера, от нас очень многое зависит. Как брат-пресс-фитер, если он боится Бога? Он сам будет жить свято, он будет вести церковь в свет. Он не будет трехэтажные дома строить? Не будет, потому что все мы будем на землю смотреть, не на землю, все будем на землю смотреть, а не на небо. Знаете, я очень любил читать Спиржена. А потом, кто-то мне дал книжку с его биографией. Я почитал, а он, оказывается, куряга. Ты смотри, страсть какая. Я взял все его книги, попалил. Такой проповедник и курил. А что же делать нам? Я когда-то задаю вопрос Кареву. Вот учился Орлов в Англии, научился курить. А он мне говорит, так Спиржен курил, пускай курит и он. И все. А сегодня, братья и сестры, беды, беды сколько среди нас, особенно среди молодых наших братьев и сестер. Очень жалко. Молодые люди в грехи впадают. Такие скверные грехи. Молодые люди, дай Бог, чтобы они во всем, во всех вопросах поступали правильно. Вникайте юноши и девицы в слово Божие и другим его передавайте. Говорите, что мы пришли к такому состоянию, что вот-вот не сегодня, а завтра будем принимать как присягу принимают. И всем будут потом начертания класть. Мы к этому подошли. 40 лет назад этого еще не было. Вы знаете, на этих днях передают по радио. Во Франции открылась выставка. Если бы эту выставку, они говорят, показали 50 лет назад, нас бы побили камнями, люди. Самая разращенная выставка, весь разрад. А сейчас идут толпами, смотрят, говорят, что это все хорошо. Как люди прогрессируют во грехе? Подобно, как в Содоме, люди больше и больше входят в этот грех. Какая опасность нам грозит? Вот объявление, приглашают и говорят. Мы тебе даем 500 тысяч долларов. На воспитание детей, на покупку квартиры и прочее. Я вот сидел, разбирал, разбирал и пришел к выводу, что Авраам, наш отец, говорит, я царя Содомского нитки не возьму. Правильно сделал или нет? Или что он нитки не взял, а? Мы бы сейчас Авраама прогнали. Иди куда хочешь. Мне, мы не только нитки, мы берем сотни тысяч квартир и дома и прочее. А потом кричим, наши дети плохие, наши дети уходят в мир и так далее. Потому что мы то, как и кем мы им воспитываем. Опасность стоит большая, братья дорогие. Особенно служителям. Братья, вы молодые все. Опасность стоит большая. И, видимо, при нашей жизни уже это совершится. И удивительно, когда мы были еще молодыми, мы никогда не думали такие строки делать или там еще что. Мы всегда стремились делать доброе дело Божие. И так стремились не потому, что мы жили на широкую ногу. Негде было взять копеечку. Никто нам не давал эти садомские цари. Я помню, поехал в Белгород совершить хлебопреломнение. Вечер. Вышел домой ехать последний автобус. Кинулся, что вы думаете? Ни копейки, ни как ехать. Бежать куда-то просить неудобно, да и опоздаешь. Я молюсь, господи, что мне делать? Пошел дождик. Около меня бежит ручеек. Смотрю, по ручейку плывет 3 рубля. А мне 22,50 надо. И не только билет купил, и покушать купил. Вот как Бог руководит и охраняет нас, миленькие мои. Мы служили Господу ни на широкую ногу. Меня первый раз везет брат на какой-то машине хорошей на собрании в село. А я так за полкилометра примерно говорю. Брат, пожалуйста, остановись. Я пойду пешком, а то меня верующие не примут. Скажут, Господи, приехал какой-то, какой-то проповедник. Он так улыбнулся, я пошел пешком, а он поехал на машине. А сейчас, сейчас привык, вези на хорошем осеньшине, вези до дома молитвой. Вот, как мы привыкаем, привыкаем к этому. А когда меня посадили в камеру, с крысами говорят, пока не надумаешь зарегистрировать церковь, не выйдешь отсюда. А у меня так сильно болела спина, что повернуться не мог. А вечер? Вдруг десятка, четыре-пять крыс бегут оттуда-то. И все сели и смотрят на меня. Что делать? Встал я на колени, прошло Бога. Господи, если мне здесь смерть, прими душу мою. И заплакал горько. И в это время камеру входит, в камеру вдруг и сияло необыкновенным светом. Лапночка лопнула, перестала гореть. Свет сильный-сильный, его трудно передать. И человек в белом одеянии подходит мне и одно слово говорит. Пойдем. И я, как-то чудно это было, выхожу из себя и за ним куда-то мы пошли. Все двери все пооткрывались и мы прошли и ушли куда-то, а тело осталось на месте. Ведет меня этот святой человек, ангелов рисуют с крыльями, а этот был без крыльев. Мы быстро уходили куда-то ввысь. И подвел меня этот ангел к обществу святых. Множество святых братьев, которые некоторые сейчас живые, я их увидел там. Они в обществе святых прославляют Господа в белых чудных одеяниях. И вдруг летит какой-то человек, тоже в черном такой, прекрасном костюме, красивом, и хотел пристать к обществу святых. Ангел стоит. И вот этот человек, когда подходил к святым, святые какие-то стрелы в него пустили, не подпустили к себе. Он повернулся, и на спине у него было написано большими буквами «Регистрация». Как меня Бог укрепил этим. Этот человек заплакал и пошел вниз. Через сколько-то времени, я не знаю, этот святой человек или кто он был, я не знаю, снова меня берет и ведет назад. Когда я прихожу в камеру вместе с ним, смотрю, горит уже лампочка, тело мое ворочает врач, стоят два милиционера, и ангел мне говорит «Входи». Я вошел в тело. Интересно так, братья, в общем, чудное даже. И когда я поднялся, врач спрашивает «Что с тобой?» А мне было очень хорошо. Я говорю «Мне очень хорошо». Ангел не стало, дали мне матрас, что не положено в камере той. Лег я на матрас и крепко заснул, крыс уже не было. Слышу ночью кто-то меня толкает в ногу, я просыпаюсь, смотрю, человек стоит. Обыкновенный человек, у него большая сумка с продуктами. По тому времени это было очень сильные продукты. Помидоры, колбаса, хлеб. Мне было сказано «Ешь». Я встал, поел хорошо и опять заснул. И до сего дня я не знаю, что это был за человек, кто меня кормил. Братья миленькие, Бог никогда не опаздывает, чтобы нас с вами поддержать. Бог не опаздывает. Бог видит наше желание служить Ему. Но Бог видит и наше лукавство. Бог видит, кто из нас примет это начертание. И вот они, верующие люди. Пожалуйста, как мне рассказывают братья. Пресс-фитер в Америке встает и зачитывает. Кто согласен принять эту присягу, поднимает руку. Он их записывает, несет, власть и отдает. Вот эти люди приняли присягу, они теперь граждане Америки. Это те, которые думают, что уже там нашли вроде как обетованную землю, лукавые эти. Ах, как мы сейчас хорошо живем. Мне брат звонит из Америки и говорит «Брат, завели меня отсюда», просит за слезами. И мы радуемся, благодарим Бога, что имеем такое общение прекрасно. Братьев сколько, служителей, проповедуют, проповедуют все слова Божие о верности к Господу. Наша верность будет еще испытана. Будет испытана наша верность обязательно. Еще скажу, что мне когда-то рассказывал много Геннадий Константинович про семью Винца. И вот на днях братья звонят из Америки. Там сын брата Хайло. Кто его знает, живет рядом. И они рассказывают, как умер Георгий Петрович. Братья, я вам не могу этого рассказать, что они мне рассказали. Братья, опасайтесь этой хитрости лукавой. Да но кем? Дьяволом победить нас с вами. Его цель победить, а наша цель? Господь говорит семь раз. Побеждающий наследует все. Вот идет война. Это война между тем и другим. Или мы с вами сегодня уклонимся в эти огромные строки, в эти огромные деньги. Ходим, займы, просим то и другое. Все кажется, что плохо мы живем. Нет, братья, живем мы отлично, хорошо. Но тогда, когда американцы приехали, будущие миссионеры, я их оставил ночевать и спрашиваю у них, братья, вы военнообязаны? Да. Все показали, что им военнообязаны. Будете стрелять? Вдруг завоюют Россию с Америкой? Они говорят, будем. Я говорю, вы и меня застрелите? Да, застрелим. Что же, я скормлю, картошки два ведра отдал, покормил вас, а вы меня застрелите? А они говорят, а ты первый в Царство Небесное пойдешь. Вот так? А почему? А потому, что они приняли эту присягу. У них вот это бегло-богословское учение, учение сатанинское. И они, пожалуйста, они будут убивать. И мы пойдем в первые, в Царство Небесное. Потом и он пойдет. Дали мне чей-то журнал, корейцы, все с автоматами идут. Идут и принимают крещение. Двадцать восемь человек и преподают им крещение. И ведь там же эти люди, пастыри, или как они называются, они даже, они дают наставление. Ну, можно ли так, а? Верующие должны учиться воевать, как вы думаете? Написано, нет. Исайя 24. И будет он судить народа и обличит многие племена и перекуют мечи свои на оралы и копья свои на серпы и не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Они дети Божии, за них Господь сражается, тогда, когда мы верные дети Божии. Братья, особенно подчеркиваю служителей братьев, не бойтесь выступать за правду, не бойтесь, я был на совещании Совета Церквей один раз, и там Геннадий Константинович Кручков зачитал три греха, в которых был участник Петрос Петр Данилович. Пригласили к молитве, помолился, признал все, попросил прощения у Бога. А Михаил Иванович Хареев подходит ко мне и говорит, обманет. Я говорю, да что же это такое, как это верующий человек обманет? И что вы думаете? Это мы такие люди, способные на все это. Но есть дети Божии, которые твердо стоят и стоят до смерти, как и многие наши братья. Уже мы хранили и слышали от них. Верность Господу проявили даже до смерти. Вот одна сестра как-то встает и говорит, что вы все терпение говорите? Докуда терпеть? Докуда, докуда брать терпеть, а? До смерти. Правильно, до смерти терпеть. Вот это наше спасение, терпеть до смерти. Не думать, как бы жить на земле еще тысячу лет, строиться, возводить дворцы, такие и прочие. Нам никто не поверит. Вот брат сегодня говорит о том, чтобы подражали мне или каким примером быть. Да какой я пример подаю? Поэтому мы, вот пожилые люди, братья, немножко удивляемся современной молодежи или многим братьям. Уклоняются братья, идут, как этот мир идет. Это опасность. Опасность нас с вами большая подстерегает. Нас ожидает великая и большая скорбь. Испытания Господь допустит. Надо об этом молиться. Надо слушать Слово Божие, ходить в собрания, слушаться братьев-служителей. Потому что первые это братья-служители несут ответственность и правильное учение. Слава Богу, что учение излагается правильно в братстве Совета Церквей. Пусть дела какие-то не совсем правильные, как брат Костюченко сказал. У меня 60 внуков, все верующие, да и не все верные. Дай Бог, чтобы мы были не просто верующими, а верными, чтобы нам принять участие со всеми святыми. Потому что вот-вот издадут закон и пойдут толпами принимать это начертание. Дай Господь нам силы, верности и твердости быть христианами до конца. Пусть Бог благословит это наше общение. И я очень рад, что сегодня Бог дал мне силы побывать среди вас, братья. Слава Богу, что столько братьев собралось. Это очень хорошо. Мы будем прославлять Бога, будем Богу служить, будем Богу молиться за братьев, за всех тружеников, чтобы нам с вами оказаться верными. Слава Богу за все. Аминь. Будем молиться. Евангелие от Луки, 21 глава, 8 стих. Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслитых». Откровение 1, 3. «Блажен читающий и слушающий Слово, блажен читающий и слушающий Слово пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко, второзаконие, 8, 22 по 4 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя маную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Живет человек, одежда твоя не ветшала на тебе и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Ушли 12 лет отважных увлечений и снов мучительных и тягостных забот, осиливших на миг и павших искушений похмелья горького и трезвенных работ. Хвала предвечному, Израиля одежды, в пустыне 40 лет он целыми хранил, нетронуты в душе все лучшие надежды и не иссякло в ней русло творящих сил. Владычество земли с бывалым умилением и с нежностью любви склоняюсь над тобой. Лес древний и река звучат мне юным пением, все вечно и в них осталось я со мной. Другой был, правда, день безоблачный и яркий, с небес лился поток ликующих лучей и всюду, меж дерев запущенного парка, мелькали призраки загадочных очей. И призраки ушли, но веренно и изменно, и вот и солнце, и вдруг взглянуло из-за туч, владычица земля, твоя краса нетленна, и светлый богатырь бессмертен и могуч. Владимир Соловьев, 1898 год. Субтитры создавал DimaTorzok